Жители Карагандинской области благодаря пилотному внедрению системы медицинского страхования уже получили доступ к дорогостоящим услугам. Только за месяц потребление высокотехнологичных диагностических исследований увеличилось на 22%. На треть прибавилось количество пациентов, получивших реабилитационную помощь за счет страховых средств. Министр здравоохранения встретился с карагандинскими медиками и озвучил первые результаты пилотного проекта. Более 300 тысяч жителей региона уже стали участниками системы обязательного медстрахования. Условия ее бесперебойной работы – доступ больниц к интернету и готовность информационных систем. Именно они по индивидуальному идентификационному номеру пациента определяют, застрахован он или нет. Я проверяю, а есть ли необходимое количество компьютерной техники, диагностического оборудования, врачей, реабилитационных центров. Наша задача – все, что в последние годы люди платили из своего кармана, мы должны постепенно, поэтапно покрывать за счет медицинского страхования. Система зависит и от регулярности платежей. Сумма отчислений кранинцев на медстрахование превысила 15 миллиардов тенге. Например, бюджет многопрофильного центра матери ребенка в Тимиртау уже на 30% обеспечивается из фонда. Пациенты, которые идут на плановое лечение, на плановое родоразрешение, дети до 18 лет, получающие плановую реабилитационную помощь, помощь в отделении неврологии, гастроэмторологии, они на сегодня у нас уже идут из фонда страхования. Независимо от суммы взноса, доступ к дорогостоящим услугам будут иметь все участники системы страхования. Отмечу, что в Карагандинской области за месяц пилота реабилитационную помощь смогли получить более 900 пациентов. Это почти на 40% больше, чем до внедрения проекта. Плановые профосмотры прошли свыше 15 тысяч человек, в том числе работники трудовых коллективов. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Карагандинская область, Хабар, 24.